Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца. В начале, в середине и в конец месяца. И в конце месяца возьмем карта совета для вас, что вам высшие силы советуют. Как себя вести на протяжении всего месяца апреля. Какие-то предупреждения, остерегаться от чего-то. И первая карта для вас, мои дорогие стрельцы, карта четверка мечей. У вас уже начало месяца начинается с такой, знаете, паузы. С такой, знаете, как будто ничего не меняется. Может, вам нужно уже на апрель месяца, после того, что вы устали, брать себе какой-то, даже сами, да, куда-то поехать отдохнуть, да, более себя стабильно заставить, да, более себя успокоиться. Но дать себе возможность менять, это однозначно. Потому что здесь может показать, что у вас очень сильно усталый, да. Карта показывает, что может в вашей жизни очень долго происходила какая-то пауза, да, какая-то, ну, остановка. И для того, чтобы вы себя восстановили, всё-таки нужно себе что-то как-то порадоваться, куда-то поехать, отдохнуть. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Для вас это карта тройка жезла. Тройка жезла показывает, что вы будете стоять перед выбором. Может, даже вы сами возьмёте эту паузу, чтобы вы приняли этот выбор. Потому что, может, вам тяжело всё-таки быстро принять решение, да, всё-таки вам будет тяжело, да, может отказаться от каких-то людей, да. Хотя вы поймёте, может быть, в ваших отношениях была пауза, может, будете стоять перед, знаете, перед чего? Перед выбором, что между каких-то отношениями вы были с человеком на паузе, да, мужчина и женщина, да, и вы приняете решение какое-то действие в сторону человека делать, да, чтобы вы дали о себе знать, написать или какое-то сообщение или какой-то звонок. То, что будете стоять перед выбором, мои дорогие женщины, мужчины, стрельцы, это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта для вас на начало месяца. Восьмёрка мечей, да, это будет касаться, что вашего прошлого, да. Вы будете стоять, стоит всё-таки проявиться или всё-таки стоит всё-таки отпускать, да, то, что это прошлое, да, пока у вас пауза, но не конец, да, сказать. Те, мои дорогие одиночки, которые это самое, у вас будет такое состояние в начале месяца, когда вы, знаете, ни с кем не хотите общаться, ни с кем не хотите разговаривать, ни с кем не хотите дать возможность близко к себе подойти, да. Вы просто захотите иногда говорить себе, всё, я устал, не могу, да, мне нужно это всё отпускать, да, и поэтому у вас будет здесь касаться тема выбора, даже может самого себя, да, самой себя вот этот выбор, да. Давайте посмотрим следующая карта, да, карта на середине, что вам высшие силы говорят. Это пятёрка кубков. Пятёрка кубков показывает вашу болезнь на тяжёлое состояние. Эта карта ещё говорит о родовой программе, о родовых каких-то связей, может быть какие-то прошлые ваши выяснения с родными, да, которые у вас пауза, может, не общаетесь, да, у вас нету как, может, вы даже рядом, да, вы, всё-таки вы считаете себя для них как чужой человек. Постарайтесь на середине месяца не дать эту питку, да, вот эту, ну, пищу для размышлений, да, для того, чтобы человек себя вот, ну, как бы думал больше о вас, да, постарайтесь не конфликтовать, не выяснять отношения именно с вашими родными, да, именно с вашими людьми близкими, да, вот которые, это может быть муж, да, мама, папа, да, братья, вас здесь это не стоит, да, даже дети могут касаться. Давайте посмотрим следующая карта, да, карта шута. Карта шута показывает уже на середине у вас идёт обнуление, да, у нас обновление даже самой себя, да, вы захотите, может, как я говорю, что здесь примите решение, да, отпускать, да, своё прошлое и идти в что-то новое, да, и как бы для некоторых будет касаться, что вы вернётесь в ваше прошлое, да, напишите, да, потому что у вас состояние в середине будет такая тяжёлая скорбь на душе, когда у вас всё скребёт, когда всё болит, когда всё, вы не хотите ничего, и вы всё-таки захотите, да, дать кому-то о себе знать. Давайте посмотрим следующая карта. Это касается и мужчины, и женщины, мои дорогие, потому что здесь как будто после какой-то вашей паузы вы захотите дать о себе человеку, который вы считали, ну, оставить в прошлом. Давайте просто следующая карта, да, следующая карта Паш Пентакли, да, здесь может быть какое-то сообщение, какое-то, но здесь мало то, что будет заново, да, вот это здесь больше как-то вы напишите человеку с прошлого, да, здесь вы дадите о себе знать, потому что у вас состояние нехорошее будет уже на середине, вот, как бы апреля месяца. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на конец месяца. И это карта Тройка Пентакли. Ещё хочу сказать, что те, которые, да, вот что-то в прошлом проходили, да, болезненно, тяжело, да, вот именно тот момент, когда вы должны в себе, вот именно конец апреля, да, вы должны что-то начать новое, да, именно даже повышать себя как Личность, как человека, как квалификацию, свои знания, да, может вложиться в новое что-то, да, может обучение пройти, да, это тот период, когда вам поможет пройти вот это ваше прошлое, и вам поможет даже вот эту прошлую вашу отпускать, потому что это тот период, когда вы спокойно может это делать, и это у вас получится. Даже если касается рабочие моменты, отношения, что-то здесь как бы, ну, если вы хотите вот что-то обучение пройти, начать что-то новое, это вы можете спокойно делать, то, что это получится. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Рыцарь Жезла. Рыцарь Жезла делает шаги, да, вот здесь бороться за своё место под солнце, да, то, что даже горите изнутри, даже то, что горит под ногами. Иногда вы падаете, ну, понимаете, сидёте, это очень много жизненные уроки дают, да, для вас. Знаете, каждый раз ошибаться, вы набираете себе опыта всё-таки, да, и здесь у вас идёт самое главное, чтобы вы не думали долго, да, а уже делали какие-то шаги, потому что здесь возможности исполнения желания есть, да, здесь есть достичь вот то, что вы желаете. Давайте посмотрим карта совета и что вам Высшие Силы советовать, да, вот что вам Высшие Силы, да. Высшие Силы говорит о том, что возрождаться, да, начать новое, да, дать себе возможности начинать, да, не сидеть вот в те прошлые какие-то ситуации, да, может быть что-то хорошее, может быть что-то плохое, но дать себе возможности идти, ну, вперёд, да. Делайте себе шаги, что здесь для некоторых я хочу сказать, что может вы себя чувствуете виноваты за что-то, или думаете для вас это как бумеранг, да, для вас это тяжёлое что-то, да, что вы заслуженно это получаете, но не нужно это себя винить, да, даже если вы какую-то ошибку делали, какие-то, да, которые вы, ну, как бы расплатили за это, но это жизнь, да, мы имеем, мы всё-таки люди, и мы имеем право всё-таки ошибаться. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.